Великий шелковый путь по постсоветскому пространству Разворачивающиеся глобальной российско-китайской инициативе Некоторые эксперты выдвинули предположение, что Россия просто впишется в китайский глобальный проект в качестве одного из транзитных партнеров, после чего интеграционные постсоветские проекты просто потеряют актуальность Не транзит, а рынки Чтобы понять ущербность этого подхода, достаточно вспомнить, что разные варианты нового Великого шелкового пути отрабатываются в Поднебесной минимум полтора десятилетия При этом сотрудничество с Россией окончательно стало приоритетным для Пекина лишь в последние 5-7 лет По странному совпадению это произошло именно в тот момент, когда стало понятно, что в начале таможенной, а затем и Евразийские экономические союзы становятся полноценной реальностью Далеко не всегда очевидное является вероятным и тем более реальным, как, например, рассуждают алармисты в России и других постсоветских странах Они совершенно правильно констатируют, что китайской экономике нужны не только транзитные пути, но и доступ к сырьевым базам В отличие от России, Китай зависим от импорта большой номенклатуры сырьевых товаров Далее делается вывод о том, что раз Китай нуждается в сырье, а сырье находится в Сибири, государствах Средней Азии Следовательно, Пекин будет разворачивать политическую и экономическую экспансию в данном направлении Вроде бы логично Однако упускается из вида один очень существенный момент Современная экономика не нуждается в прямом военно-политическом и или экономическом контроле над конкретными территориями, населением или источниками необходимых товаров Иначе пришлось бы предположить, что поскольку китайцам необходим доступ к европейским технологиям, значит Пекин будет распространять свою экспансию на европейский континент На деле любая современная экономика нуждается в поставках необходимых товаров по приемлемым, возможно более низким ценам и в доступе на рынке То есть нужны не территории и население, которые ты будешь контролировать, а партнеры, которые смогут наладить дешевое производство нужных тебе товаров и обеспечивать их доставку потребителю А также сами потребители, которые смогут закупать производимые тобой товары С этой точки зрения проекция китайского контроля даже на Среднюю Азию, не говоря уже о каких-то российских территориях, выглядит крайне затратным и совершенно нерентабельным проектом Постсоветские государства до сих пор интегрированы с Россией в одну экономическую систему Конечно, они не замкнуты на Москву на 100%, как это было при СССР Их экономические связи максимально возможно диверсифицированы Но прибалтийский, украинский и молдавские примеры, когда национальные правительства, стремясь к полной переориентации на Европу моментально, с исторической точки зрения, уничтожили собственные экономики Свидетельствуют о том, насколько сильна зависимость постсоветских государств от российского рынка и от кооперационных связей с Россией В этих условиях любая страна, претендующая на политическое и экономическое доминирование, хотя бы на части постсоветского пространства Должна предложить альтернативу кооперации с Россией и иметь возможность заместить Москву в соответствующей экономике Для начала хотя бы процентов на 60-70, чтобы не допустить обвала Даже Запад, проводивший политику изоляции и ограничения России ценой разрушения пограничных с ней государств или их экономик Столкнулся в результате с ситуацией, когда формально освоенное им пространство стало серьезной финансово-экономической и еще большей политической обузой Так и не принеся ожидаемых политико-экономических дивидендов Перед Китаем задача изоляции России не стоит, наоборот, ему нужен прочный дружественный тыл и гарантированные транзитные пути Причем все это ему надо здесь и сейчас, а не через лет сто, когда теоретически можно было бы расставить китайские гарнизоны на пространстве от Варшавы до Японии Самостоятельное освоение Пекином в Средней Азии невозможно еще и потому, что для Китая большую проблему представляет региональный сепаратизм в огромном территориально, но мало заселенном Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Это слабо освоенная территория, которую в конце 19 века называли Восточным Туркестаном и которая по тогдашним договоренностям о разделе сфер влияния между Россией и Великобританией была отдана Китаю с целью обеспечения российско-британского компромисса Она граничит с государствами Средней Азии, причем там проживает родственное население Таким образом, нежелание усиливать седзянь-уйгурский сепаратизм опасения прямого столкновения с радикальным исламизмом сложности логистики, отсутствие традиционных экономических связей делают для Китая экспансию в северо-западном направлении не просто невыгодной, но убийственной Для Пекина это было бы большим финансово-экономическим обременением чем для России гипотетическая оккупация Украины то есть Китай нес бы неприемлемые издержки, при этом отдаляясь от цели ЕАЭС и ШОС На деле ЕАЭС как раз решает все необходимые с точки зрения китайских интересов вопросы Союз ориентирован на создание платежеспособного внутреннего рынка емкостью до 250 миллионов потребителей Это наряду с европейцами потенциальные покупатели китайских товаров До решения этой проблемы конечно еще далеко, но как раз кооперация с Китаем в реализации проекта Единой Евразии совпадающего по целям с проектом нового великого шелкового пути может существенно сократить сроки структуризации единого рынка ЕАЭС Единое таможенное пространство упрощает и удешевляет транзит китайских грузов Уже сейчас резко, в разы, возросли контейнерные перевозки из КНР не только по РЖД, но и по казахстанским железным дорогам Реализуемый в ЕАЭС принцип свободного перетекания товаров, капиталов и рабочей силы, а также интеграции экономик облегчает Пекину инвестиционное взаимодействие со всеми странами Союза в интересующих его областях В общем, как это всегда бывает, когда устанавливается взаимовыгодное сотрудничество от кумулятивного эффекта выигрывают все Подчеркну, что и проект ЕАЭС, и проект нового великого шелкового пути пока находятся в стадии реализации Им предстоит преодолеть немало трудностей, но уже сейчас видно, что Пекину выгодно, чтобы в ЕАЭС вступили как можно больше бывших советских республик Кроме того, у Москвы и Пекина существует и еще один совместный политико-экономический проект Шанхайская организация сотрудничества, в которую как в матрешку вписываются и ЕАЭС, и другие региональные инициативы И которые в перспективе, связав воедино все региональные объединения, как раз и способны стать структурой, цементирующей единую Евразию Ростислав Ищенко «Великий шелковый путь по постсоветскому пространству»